В связи с осложнением международной обстановки в конце 20-х годов назрела необходимость усиления охраны наших морских рубежей. Управление военно-морских сил и Главное управление пограничной военизированной охраны приняло решение о создании единого типа деревянного малого охотника за подводными лодками. Согласно выданному 2 сентября 31 года заданию, их основная задача – охота за подводными лодками противника, а второстепенно охранять наши границы. К поискам оптимального варианта малого охотника были привлечены Проектировочное бюро кораблестроительной секции Ленинградского округа и КБ судоверфи морпогранохраны, которые в 1932 году разработали независимо друг от друга эскизные проекты корабля водоизмещением от 80 до 100 тонн, длиной корпуса от 30 до 36 метров, вооруженного 76-мм орудием, 45-мм полуавтоматом, двумя крупнокалиберными пулеметами, 16-ю глубинными бомбами и буксируемым гидрофоном. Поскольку производственные мощности предприятия были ограничены, задание на проектирование было скорректировано в 1933 году. Водоизмещение было снижено до 50 тонн. Это сделано из-за того, что корабль требовалось транспортировать по железной дороге. Благодаря изменению технического задания, 23 февраля 1933 года было организовано строительство кораблей на Ленинградской судоверфи. В сроке с 1934 по 1941 год было построено 260 боевых единиц. Все отправлены на службу в части морпогранохраны. В годы Великой Отечественной войны заводы выпустили 40 охотников типа МО-4. В самом начале войны весь потенциал и возможности малых охотников были выявлены. Им нашли применение на всех морских театрах. Проектирование первого малого охотника за подводными лодками, получившего индекс МО-И, велось сюда верфью ОГИУ в 1933 году по заданию, откорректированному отделом вооружения. При упомянутом выше составе вооружения катер должен был удовлетворять следующим условиям. Самое главное – это то, что он мог транспортироваться по железной дороге хотя бы в качестве негабаритного груза. Обеспечить достаточную поворотливость и использование при ветре до 7 баллов. При всех условиях нагрузки делать не менее 25 узлов при работе двигателя на полной мощности. Оставаться на плаву и не терять остойчивости, сохранять ход при затоплении любого отсека. Иметь дальность плавания 300 миль полным или 500 миль крейсерским ходом. Наиболее сложным при конструировании стали вопросы обеспечения транспортабельности по железной дороге, а также размещения вооружения, так как корабль изначально разрабатывался под вес 100 тонн и вооружение выбрано было соответствующее, но теперь корабль весил 50 тонн. Положение усугублялось почти полным отсутствием отечественного опыта проектирования малых кораблей подобного типа. Поставленную задачу пришлось решать без наличия подходящих аналогов. Малочисленные конструкторские бюро, начав свою деятельность в 1932 году, организационно оформились лишь сводом в строй сюда верфи в феврале 1933 года. Для успешного решения поставленной задачи были привлечены другие инструменты и предприятия. Проведены научно-исследовательские и экспериментальные работы по обоснованию выбора теоретических обводов, конструктивных узлов деревянного корпуса и также силовой установки. Коллектив КБ завершил в 1934 году разработку проектной и рабочей документации, по которой началась постройка деревянного малого охотника. Принятые главные размеры полностью соответствовали требованиям транспортабельности по железной дороге. Но метацентрическая высота при полном водоизмещении военного времени получилась в 2-3 раза ниже допустимой нормы и составляла всего 30 см. В целях получения минимальной приемлемой начальной остойчивости пришлось снижать центр тяжести и водоизмещения. С этой целью на кораблях, поставляемых пограничникам, взамен 76-мм орудия был установлен по согласованию с ГУПВО более легкий 45-мм полуавтомат 21К. Основной артиллерийский боезапас хранился в герметичных ящиках. Запасы топлива располагались предельно низко. В корме, где размещались стеллажи глубинных бомб, палуба на протяжении 2000 мм от транса была понижена на 600 мм, образовав уступ. Однако, при незначительном снижении центра тяжести, это ухудшало остойчивость на больших углах крена и живучесть при затоплении кормовых отсеков, когда палуба погружалась в воду. Реализация упомянутых мероприятий позволила повысить метацентрическую высоту до 37 см. На сдаточных испытаниях малого охотника выявились существенные эксплуатационные дефекты, которые в ради случаев не зависели от проекта. В частности, вследствие задержки поставки главных двигателей ГАМ-34 в судовом исполнении, КБ приняло смелое решение об использовании взамен их авиамоторов марки LM-34К. Из-за неудачно выбранных элементов руля, его профилировки и расположения на циркуляцию при максимальных и средних скоростях хода имел место значительный внутренний крен до 35 градусов и большой диаметр – это 5-6 длин корпуса. В августе 1935 года закончилась постройка первых серий малых охотников, а часть их находилась уже в эксплуатации. На одном из них во время отладочных ходовых испытаний произошел взрыв паров бензина. Взрывной волной сорвало рубку. Начался пожар, повлекший за собой гибель шести человек из самого корабля. Выяснилось, что проект «Малого охотника» обладал неудовлетворительной взрывопожаробезопасностью и другими дефектами, до ликвидации которых приемка не могла быть возобновлена. Командование ОГПУ спешно направило на Ленинградскую судоверфь группу репрессированных специалистов из шести человек. Поставленному во главе группы «Пуговко» поручили оказать помощь судоверфи в устранении дефектов 30 построенных кораблей типа МО, приемка которых была прекращена. Специально созданная комиссия из представителей заинтересованных сторон под председательством инженера-строителя Попова, при участии в качестве консультанта Академика Крылова, проанализировала причины взрыва и разработала мероприятия по ликвидации дефектов проекта. Реализация этих мероприятий позволила устранить недостатки и обеспечить передачу мор по грандчастям достаточно надежных в эксплуатации кораблей типа МО, впоследствии успешно участвовавших в Отечественной войне. Наиболее распространенными малыми охотниками за подводными лодками, входившими в состав военно-морского флота, были сторожевые катера МО-4, строившиеся в Ленинграде. Катера этого типа, но улучшенные модификации, продолжались строить непосредственно накануне Великой Отечественной войны. Они принимались от промышленности как в состав военно-морского флота, так и в состав пограничной охраны. Среди катеров пограничной охраны часть принадлежала к выпуску более ранних лет, в частности были катера типа МО-2, снятые в свое время с производства. Малые охотники типа МО-4 предназначались для несения дозора, поиска уничтожения подводных лодок, охранения боевых кораблей, конвоирования транспортов и постановка мин. В ходе войны решаемые ими задачи значительно расширились. Они широко привлекались для участия в десантных операциях, постановки дымовых завес в целях прикрытия боевых кораблей, для ведения предупредительного контрольного бомбоментания, уничтожения плавающих мин и выполнения других задач. Война показала, что в основном катера МО-4 по своим тактико-техническим характеристикам были способны решать поставленные перед ними задачи. В Великую Отечественную войну сторожевые катера охотились за подводными лодками, зарекомендовали себя как корабли универсального назначения, выполнявшие самые различные задачи. Это были настоящие труженики моря. Широкую известность не только на Черноморском флоте, но и в мире получил бой СКА-065 с фашистским самолетом 25 марта 1943 года в районе фальшивого Геленджика. В тот день катер под командованием старшего лейтенанта Сивенко следовал в составе охранения американского транспорта из Геленджика в Туапсе. Волнение моря достигло 7 баллов, что серьезно затрудняло маневрирование и стрельбу. Летчики немецких самолетов, атаковавшие конвой, были возмущены тем, что более чем 30 бомбардировщикам оказал сопротивление какой-то небольшой катер. Оставив в покое транспорт, фашисты набросились на СКА-065. В ходе неравного жестокого боя охотник получил 200 пробоин от осколков бомб и снарядов авиапушек. Сместилась рулевая рубка, был разбит форштевень, сорвано ограждение ходового мостика, пробиты цистерны и турбопроводы, разрушена левая скула корпуса. Но тем не менее, малый охотник продолжил вести огонь и уклоняться от падающих бомб. От затопления носовых помещений образовался 15-градусный дифферент на нос. Экипаж отбивался от врага и одновременно боролся за живучесть корабля. Уцелевшие 7 человек во главе с командиром сделали все, чтобы спасти свой катер. Из расходов весь запас бомб и снарядов самолеты улетели. Заглохшие моторы были введены в строй через 40 минут. Катер догнал транспорт и самостоятельно преодолел оставшиеся 50 миль до базы. После этого боя катер СК-65 стал гвардейским. Из всех морских театров военных действий Великую Отечественную войну, вероятно наиболее кровополитным, был Черноморский. С первых часов войны здесь велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Героическая оборона Одессы, Севастополя, Кавказа, десантные операции Феодосию, Керчь, Судак, Таманский полуостров, Новороссийск. Таковы славные вехи боевого пути малых охотников. Славно воевали в составе Балтийского флота и малые охотники 1-го гвардейского, 5-го и 6-го краснознаменных дивизионов. В составе их экипажей воевало три героя Советского Союза. После окончания войны уцелевшие катера типа МО-4 были переданы погранохране. В ее составе они продолжили службу до конца 50-х годов. Потом все они были списаны и разобраны. В память о них остался лишь цветной художественный фильм «Морской охотник», вышедший в 54-м году. В нем снимались настоящие мошки. Но славные дела экипажей мошек в годы Великой Отечественной войны не были забыты. В этом большая заслуга ветеранов, которые собирали письма, воспоминания, фотографии и другие реликвии военных лет. Они на добровольных началах создавали комнаты боевой славы, небольшие музеи, публиковали статьи о славных делах катерников. Особо стоит отметить деятельность Игоря Печтровича Чернышева, который всю войну прошел на мошках. Сначала он был старшим помощником, потом командовал катером. Он принимал участие во многих боях, был неоднократно ранен. После войны он собирал материалы об участии катеров КБФ в войне. Его статьи были опубликованы в газетах «Красная звезда», «Советский флот», «Красноармейский Балтийский флот», в журналах «Советский моряк», «Советский войн» и «Моделист-конструктор». В 61-м году вышли его мемуары. С помощью ветеранов-катерников в СССР удалось сохранить два малых охотника типа МО-4. На Малой земле Новороссийске был установлен гвардейский 065 Черноморского флота. Музей «Дорога жизни» в поселке Осиновец Ленинградской области поставили МО-215 Ладожской флотилии. К сожалению, время безжалостно, и сейчас возникла реальная угроза потери этих уникальных реликвий Великой Отечественной войны. В 90-е годы и в начале 2000-х катер МО-215 стоял под открытым небом и активно разрушался без должного ухода. Но сейчас он экспонируется в специально построенном павильоне и готовится к реставрации. Друзья, спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Как всегда, не забудьте подписаться на данный канал, поставить лайк этому видео, если тема торпедных катеров вам интересна. Ну а мы с вами услышимся уже очень скоро в новых видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok